Мы, как плохие генералы, готовимся к прошедшей битве. Дело в том, что открепительное удостоверение, как известно, не сейчас. И голосование по месту жительства производится на основании заявления гражданина. Через МФС, ну, в общем, неважно. Дело в том, что вот эта масса людей, которые приходят и не обнаруживают себя в списках, обнаруживают выписанные куда-то там, даже на Северный Кавказ, в Московскую область, значит, по процедуре они могут голосовать, если вышестоящая комиссия удостоверит, что они не проголосовали по месту пребывания, то есть там в Московской области или на Северном Кавказе. Факт не голосования удостоверяется телефонным звонком, что проверить фактически невозможно. Был этот звонок, не был, что там сказали. То есть это такая палка о двух концах. Кто там проголосовал вместо них, которые в Московской области. Документально они там, значит, и там есть сведения. А как они попали туда, сведения? Если люди не подавали заведения. Это большая загадка, куда попали эти сведения. Почему люди с этими регионами никак не связаны? Абсолютно. Это интрига, главная интрига этих выборов. Можно там... Ну это что-то новое, такого не было. То есть... Были вбросы, карусели, это все известно. А такого вот еще не было. Можно вас попросить тоже представить? Воронцов Андрей, член ТИК-16, справа в совещательном буре. Мы находимся на УИК. Возле УИК-2187. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Все здорово.